На экране вы видите вопрос, как увидеть то, чего не видят другие. Вы знаете, вот этим как раз и занимается наука. Она пытается увидеть то, чего не видят другие. Я хотел бы у вас в самом начале спросить, а как вы понимаете вообще, что такое наука? Кто может ответить? Это, кстати, то, чем мы занимаемся в детском университете. Так, быстро вставай, сразу говори. Наука – это вещь, которая изучает люди и получает для себя какую-то выгоду. А еще… Наука – это знание. Это знание наука. Которое получает человек на протяжении всего своего существования. Так, еще какие варианты есть? Наука – это то, чем занимается человечество. Наука – это вещь, которую изучают люди и получают для себя информацию. Так, еще, пожалуйста, какие варианты есть? Наука, она изучает что-либо и дает людям информацию о чем-либо. Например, экология о природе дает информацию. Кинология о собаках дает информацию. Существует много наук и их изучает каждый и получает знания. Например, палеонтолог изучает кости динозавров. Если бы их не было, то тогда бы мы не знали, например, что было в далеком-далеком прошлом. Хорошо, спасибо. То есть результатом того, чем занимается наука, конечно, является знание. Потому что нас окружает огромный поток информации. И задача ученых, задача преподавателя, профессора, учителя в школе заключается в том, чтобы из этого огромного потока информации найти знание. То есть определить, что является знанием. Для этого ученый или учитель прибегает к различным способам, методам научным. Так вот, сама наука, если вы откроете любой словарь, там написано «наука» — это способ познания мира. Поэтому наша с вами задача заключается в том, чтобы понять, а как же ученые, как же учителя познают этот мир? Каким образом они получают это научное знание? Об этом можно рассказывать очень долго, сколько угодно. Но только тогда, когда вы сами попробуете добыть научное знание, только тогда вы поймете, что такое наука. Я хочу представить вам несколько человек, таких же, как вы, которые занимаются наукой. И вот ребята сидят на первом ряду. Встаньте, пожалуйста. Посмотрите на зал, помашите ручкой, что вы живые, что вы молодые ученые и так далее. Садитесь, пожалуйста. Мы два года проводим научные конференции. Они называются «Юный профессор Казанского университета». Вот у меня в руках вот такие маленькие книжечки, они цветные. На титульных страницах нарисованы фотографии, представлены, каким образом наши юные профессора показывали результаты своей науки, придумывали темы и защищали перед такой авторитетной ученой комиссией. И мы отобрали из всех тех, кто решил заниматься наукой, придумал такую тему, отбираем через заочный тур, ну, где-то человек 20-25 лучшие доклады. Они нам их представляют при помощи вот таких вот плакатов. Покажите кто-нибудь плакат. Вот такие постерные доклады они называются, ну, в виде плаката. Вот все результаты, способ, каким образом они добивались этих результатов, все здесь описано, сфотографировано, нарисовано. И вот с этими плакатами наши юные профессора выступают перед уже, так сказать, маститыми профессорами и отстаивают свою точку зрения. Я бы очень хотел, чтобы каждый из вас попытался такой доклад сделать, подготовить самостоятельно при помощи учителя, при помощи родителей, и выступил у нас в детском университете. Как подготовить такой доклад? Откуда берет темы сам ученый? Как он видит то, чего не видят другие? Потому что мы выходим на улицу, мы проходим мимо интересных красивых домов в старой части Казани. Кто-то их замечает, кто-то не замечает. Мы видим дома 19-го века, 18-го. Кстати, это очень интересная тема научного исследования. Сфотографировать, систематизировать вот эти здания, дома, которые вы увидите, и попытаться найти между ними различия. Вот легкая тема, она лежит на поверхности. У нас были какие темы интересные? Например, исследование факторов, влияющих на длину тормозного пути. Оказалось, тема очень интересная, и ее автор измерял длину тормозного пути при помощи маленьких машинок в своей собственной квартире. Папа снимал все это на видео и потом нам показывал. Такая еще была интересная тема. О чем молчат руки? Или у меня живет черепаха, улица моего района, приведем в порядок нашу планету, пираньи и водные зубастики. Почему не валяшка не лежит? Вот, кстати, очень интересный вопрос. Почему она не лежит? Лев – гордая дикая кошка. Моя родословная. Ну, только несколько тем я назову. Исследование закона нормального распределения. Между прочим. Энергетика необычная в обычном. Как работает батарейка. По дну древнего моря. Свойства света. Хобби королей. И так далее. То есть, те, кто избирают такие темы для своего исследования, они попытаются очень внимательно взглянуть на окружающий мир и найти что-то интересное. То есть, главное для этого быть внимательным. Конечно, можно попытаться... Сейчас в интернете очень много всего. Можно попытаться из какой-то книжки это все списать. Но это очень неинтересно. Нам надо увидеть, что вы сами применили научные методы. Следующий слайд. Вот, например, очень интересный у нас был доклад. Сделан Арсеном Гатаулиным. У нас здесь, Арсен? Ты исследовал, где живут жуки-караеды, да? Да. Где ты наблюдал? Я наблюдал во дворе своей школы, в парке Урицкого. Записывал наблюдения, да? И в лесопарке Лебяжьево. Хорошо, спасибо. Дальше. Вот, ребята, кто-нибудь из вас, кто сидит, кто может представить свою тему? Пожалуйста, дайте микрофон. И я тоже помогу. Вот сюда, подходи. Сюда вот. Ой. Остановись. Хорошо. У меня тема называется «Энергия необычная в обычном». Я узнавал, как можно другие источники энергии найти, и будут ли они использоваться в будущем. Я нашел вот несколько способов. Я надеюсь, что в будущем еще больше появится. Вторая моя работа — это «Проведем в порядок нашу планету». Я думал, как избавиться от мусора на планете, потому что он загрязняет нашу планету. И надо выбирать разные другие способы. Например, отдать на переработку или сдавать бумагу на специальные перерабатывающие. Спасибо большое. Так, ребят, остальные проходите сюда. Вот расскажи, пожалуйста. Вот пернатый гость на нашей даче. Я на моей даче исследовала гнездо. Один раз мы увидели под яблоней, у нас было гнездо. Я решила изучить, вот что там происходит. Ясно, спасибо. Дальше. Вот вкусный опыт расскажет нам, пожалуйста. Следующий слайд, покажите. Я исследовал, ну, как из разных продуктов, которые можно купить в магазине, можно сделать различные интересные опыты. Спасибо. Следующий. Я исследовал, чем отличаются ли псевдонимы и никнеймы. Мне казалось, что это одно и то же. Но, оказывается, это не совсем одинаковое. А никнеймы – это как раз то, что мы записываемся в интернете. А псевдонимы – это, можно так сказать, второе имя, под которыми некоторые люди прячутся, чтобы спастись. А некоторые – просто так. Спасибо большое. И? Моя тема в поисках – сокровищ Гуайоты. Я на Тенерифе нашел разные камни, похожие на обсидиан и оливин. И я их потом изучал, и оказалось, что это не обсидиан был там, а вулканическое стекло какое-то. Ясно. Спасибо, ребята. Садитесь, пожалуйста, вниз. Мы к вашим… Давайте им поаплодируем. У вас будет возможность после того, как мы закончим, подойти, посмотреть родителям и вам всем, и задать им вопросы, как же это они вот так сообразили, все это сделали. Обратите внимание, на экране у вас написаны данные, важные по проведению конференции. До 13 ноября у нас срок приема вот этих работ на заочный тур. 27 ноября мы планируем устроить очный тур. Хочу сказать, что вот при выборе темы надо обратить внимание вот на то, что написано на этом слайде. Конечно, вот у Сент-Экзюперии в «Маленьком принце» вы читали, где лист говорит о том, что самого главного глазами не увидишь. Действительно, мы иногда проходим мимо и много чего не увидим, а для того, чтобы увидеть, необходимо быть внимательным. И вот есть такой метод наблюдения, если вы внимательны, вы очень много чего можете заметить. Что можно заметить? То, что необычное, то, чего другие не смогли заметить, а вы вот это увидели и можете это представить. Мы можем поговорить об обществе, о вашем классе. Вы можете наблюдения такие провести, можете опрос провести, все это систематизировать. Это тоже тема для исследования. Можно узнать, что окружающие вас люди, ваши друзья ценят больше всего. Создать такую небольшую группу, 5-10 человек, их опросить. И систематизировать то, что вы узнали. Запишите и сделайте выводы. Можно попытаться заняться профессией, понять, кем-то стать в жизни. Но для того, чтобы сформулировать выводы, конечно, необходимо опросить, по крайней мере, тех людей, которые в этой профессии уже чего-то добились. Идем дальше. Как сделать так, чтобы увидеть то, чего не видят другие? Прежде всего, надо стать исследователем. Надо придумать актуальную тему. Далее. Надо провести само исследование. И надо найти научного руководителя. Я бы вам, конечно, посоветовал, ребята, обратиться, прежде всего, к учителю из вашей школы. Но далеко ходить не надо. Рядом с вами находятся ваши родители, бабушки и дедушки. Посоветуйте с ними. Они люди многоопытные. Они обязательно вам подскажут какую-либо тему. Более того, сейчас после этой лекции я могу ответить на ваши вопросы. И в конце лекции вы можете мне задать вопросы, а подходит ли вот такая тема для исследования. И мы можем с вами вместе пообсуждать. Следующий слайд. Как это сделать? Как провести исследование? Вы знаете, сейчас много есть различных поисковых систем. Кто может мне назвать поисковые системы в интернете? Яндекс, Гугл, Википедия, Википедия, Масса есть, Хром, ВКонтакте, это сеть для общения. Есть образовательные сети. Ютуб. Ютуб есть. Яндекс.Браузер. Яндекс.Браузер. Да, то есть есть масса таких поисковых систем в интернете. И прежде чем самим проводить исследования, узнаете, а кто-нибудь до вас вообще этим занимался, пытался ли это исследовать. Сейчас в интернете и научные труды ученых располагаются. Можно попытаться увидеть своих предшественников. Потому что заслуги каждого из нас, из вас в науке, они определяются не тем, что кто-то не сделал, а том, что сделали вы по сравнению с вашими предшественниками. Далее. Необходимо определить источники информации. Здесь, конечно, вам могут посоветовать ваши родители, бабушки и дедушки. Кстати сказать, даже здесь в этом зале присутствуют родители, бабушки и дедушки, которые сами являются профессорами, доцентами нашего Казанского университета. Есть здесь учителя, то есть люди достаточно компетентные, чтобы посоветовать вам, где найти источники информации, какие они. Если будут у вас возникать затруднения, пожалуйста, можете ко мне лично обращаться и писать на почту детского университета. Конечно, надо применять научные методы. Мало ли что можно скачать из интернета. Но для чего существует наука? Информации очень много. Иногда могут манипулировать нашим мнением и взрослых людей многоопытных, и вас, юных студентов детского университета. Поэтому, чтобы никто не манипулировал нашим мнением, надо пытаться самим стать исследователем, попытаться критически посмотреть на окружающее, сравнить данные из разных источников. Скажите, пожалуйста, а кто из вас знает, что такое манипуляция моим мнением? Есть такие манипуляторы вообще, которые манипулируют мнением? Мне кажется, это, например, если ты думаешь, что это так, а потом в интернете, например, находишь другой ответ, и ты думаешь, что это так, наверное, это... Ну, как бы тебя заставляет думать, что это правильно. Так, еще варианты какие есть? Манипулирование мнением — это когда люди из интернета, мошенники... Красивое выражение. Люди из интернета. Пытаются изменить твое мнение. Так. Могут оболгать, наврать. Обмануть. Есть друзья, которые тоже манипулируют мнением. То есть ты считаешь просто вот... Одно мнение у тебя есть, но твой друг у тебя переубеждает, что это не так. Это... И он тебе втирает свое мнение. Да, прям втирает, да. Хорошо. Манипулирование мнением — это когда какие-то компетентные люди, например, какие-то исследователи, они хотят сказать тебе, что что-то вот не так, как произошло. И раньше такое очень часто происходило в средние века, когда какие-то короли говорили своим летописцам, что вот они проиграли, но чтобы они написали, что они победили. Хорошо. И вот бывает, что в одной и той же ванне разные летописцы писали, что два победителя. Но все равно прибегали к источникам извне, то есть из других стран. То есть люди хотят, чтобы вы думали не так, как вы привыкли думать. Хорошо это или плохо — трудно сказать. Но надо проверять то, что вам говорят другие люди. Вот так и действуют нынешние депутаты. Манипуляция — это когда там какой-то человек передал твоему другу что-то плохое, что там, ну, твой друг не говорил что-то плохого, а он на это купился, и он пошел его, ну, там, избивать. Ясно. Вот чтобы для того, чтобы нас не так легко было купить, не так легко было бы изменить наше мнение, нам, конечно, надо много знать, и нам пытаться быть внимательным и наблюдать. И вот последним пунктом, здесь написано «привлечь оборудование». Конечно, легче всего привлечь оборудование, если вас интересует тема по химии, по биологии. Какое есть оборудование у биологов и у химиков? Вы знаете? Что? Какие? Какое? Микроскоп. Микроскоп есть. Камера. Химические реактивы. Что еще? Колбы. Телескопы есть. Колбы. Лупа. То есть масса научного оборудования. Металлодетекторы. Да. Ну, есть у гуманитария. Штатиры, спиртовки. Спасибо большое. Спасибо. Легче всего сказать об оборудовании, когда мы говорим о естественных науках. А когда мы говорим о гуманитарных, трудно такое оборудование найти. И, как правило, этим оборудованием является ручка, карандаш, компьютер и так далее. Следующий слайд. Давайте поговорим о методах, как избежать манипулирования, как сделать так, чтобы действительно провести исследование. Прежде всего, один из таких обычных методов является наблюдение. То есть, если мы внимательны, если мы наблюдаем за происходящим, то мы можем очень многое увидеть. А когда мы сломя голову, бежим куда-то, сталкиваемся с кем-то, конечно, мы мало сможем увидеть и сделать для себя лично выводов. Следующим методом является опрос. Я вам уже говорил о том, что да, определите какую-то небольшую группу, которую можно опросить. Это могут быть ваши друзья, могут быть одноклассники, можно в целом класс опросить. Можно представителей какой-либо профессии, которая вас заинтересовала. Следующее. Можно собрать статистику. Вот увидеть, что приблизительно такие ответы «У стальки-то человек, такие-то у стальки-то человек». Далее. Можно провести сравнение. Сравнить одно с другим. И уже мы видим, что это не одно мнение. Мы сразу можем увидеть несколько мнений, увидеть плюсы и минусы в разном мнении. И следующее. Это сгруппировать информацию. То есть попытаться вот все, что вы увидели, что вы сравнили, о чем вы спросили, это можно сгруппировать вместе, и тогда можно получить выводы. Следующий слайд. Как оформить результаты исследования? Ну, во-первых, ввести дневник наблюдения. Можно ввести карточки опроса. Можно сгруппировать выписки по количеству собранных данных по их признакам. Можно статистику представить наглядно в виде диаграммы, графики, таблиц. Скажите, поднимите руки, кто умеет работать с таблицами на компьютере? Умеет. Кто диаграммы может какие-то сделать? Ну, тут люди все опытные. Графики? Ну, практически никого, ничему обучать не надо. Это могут быть также сгруппированные фото, это видео, аудио, данные, карты, чертежи и так далее. Вот эта презентация, она будет в сети ВКонтакте размещена, и вы можете к ней обратиться. Следующий слайд. Как представить результаты? В виде доклада, плаката, вот вы их видели. Сейчас ребята выходили на сцену. И структура доклада может выглядеть вот таким образом. Это очень несложно. Вы с этим вполне можете справиться. Следующий слайд. Как будут оценивать доклад? Конечно, многое зависит от оформления, потому что мы должны увидеть ваши результаты. Они должны быть наглядными, понятными. Конечно, многое зависит от представления доклада. Как вы это представите? Как вы ответите на вопросы по исследованной теме? Каков уровень сложности самой темы? И, конечно, общее впечатление от презентации. Итак, если суммировать то, о чем мы с вами сейчас говорили, то на следующем слайде мы увидим следующее. Как увидеть то, чего не видят другие? Вот первое, что написано. Быть внимательным и интересоваться тем, что вы видите. Скажите, кто из вас может прокомментировать? Что такое быть внимательным и интересоваться тем, что вы видите? Пожалуйста. Как вы это поняли? Ну, быть внимательным – это значит… И, например, даже если ты идешь, ты должен обращать внимание на то, что вокруг тебя творится. Вообще-то, да? Не просто сидя, идти с телефоном, да вообще посмотреть, какой интересный окружающий мир, какие есть люди. Вы будете всматриваться в людей, вы увидите, что они все разные. Есть люди настолько интересные, которые вы просто не замечаете, сидя просто за компьютером. Пожалуйста. Быть внимательным – это значит четко запоминать то, что ты увидел, и потом использовать это в своих целях, в докладах, например. Конечно. Да не только в докладах. Вот если вы внимательные, правильно вы сказали, что надо запомнить вообще то, что вы увидели. И не только в докладе, а рассказать своим друзьям. Многие же друзья просто, они тоже ничего не видят. А вы заметили, обратили внимание на что-то интересное в окружающей жизни? Или вы лучше узнали какого-то человека, который в вашем классе? Ну вы расскажите о нем. Какой-то замечательный, интересный человек. Как он хорошо поступил в отношении вас, допустим. Вот это будет результат вашего наблюдения. А я думаю, что быть внимательным – это не означает быть любопытным и лезть куда не надо. Это означает просто наблюдать, если ты увидел что-то интересное и получил впечатление. Например, нового насекомого ты можешь за ним наблюдать. Но быть внимательным – это не значит быть любопытным. Абсолютно верно. Также быть внимательным можно и смотря в микроскоп. Можно смотреть в микроскоп и вообще ничего не увидеть. Так? Тренировать внимательность можно там по всяким компьютерным программам. Например, найди шестерку среди девяток или прочие другие головоломки. Вот, например, ну, как сказал тот мальчик, внимательность – это не интересность, ну, не увлекательность, но просто можно заметить самые мельчайшие частицы нашего интересного и познавательного мира. Да, правильно, совершенно верно. И когда мы пытаемся обращать внимание на окружающие, мы должны с вами быть внимательным еще к чему? К очень важным знаком, которые окружают нашу жизнь. Потому что если мы идем, смотрим по сторонам, это, конечно, замечательно, но иногда мы подходим к таким важным знаком, как, например, светофор, и перестаем быть внимательны по отношению к этим знаком. Следующий – провести собственное исследование. Как вы поняли, что такое провести исследование? Что это такое вообще? И кто знает? Пожалуйста. Это значит исследовать какую-то вещь, наблюдать за ней и записывать интересные факты. Хорошо. Так, пожалуйста, дальше. Исследовать – это означает и быть внимательным, и наблюдать, и замечать. И если ты, например, вот, как я говорил, увидел насекомого, понаблюдал, составил выводы… Сравнил, сравнил этих насекомых, да? Да, если ты другого насекомого такого же увидишь. Может, это бабочка и моль, и ты же это не знаешь. Значит, ты должен сравнить, понаблюдать, увидеть, сделать выводы. Так, пожалуйста. Вот, вот, Рукутянин, да. Исследовать – это значит изучать какой-то объект, очень тщательно его осматривать, вникать в него, писать про него, а потом докладывать об этом. А тогда следующий вопрос. А для чего вообще все это надо? Надо ли тратить на это время? Да. Почему? Чтобы добиться успеха. Добиться успеха. Так, еще для чего? Для того, чтобы узнать что-то новое и сдаваться. Так, еще. Например, если увидел нового насекомого, вдруг ты откроешь новую науку, например. Да, вот как нам Зелеев рассказал. Я думаю, что… Это поможет в будущем. Чем? В чем? Ну, то, что когда вывод делаешь, это может пригодиться в будущем. Так. Я думаю, что можно этим увлекаться, можно рассматривать это и запоминать, потому что в дальнейшем тебе будет лучше. Это нужно исследовать, потратить, конечно, время, но будет вам интересно. Хорошо. На исследование в основном нужно тратить очень много времени. Если, например, хочешь записать… Ну, человек, например, хочет записать период развития, ну, например, растения какого-то. Ну, нужно на это время очень много, между прочим. Хорошо. Это надо, чтобы больше узнать о насекомом или еще о ком-нибудь. Ясно. Я думаю, что это нужно для того, чтобы, ну, как бы получить новые знания, потому что, если вы не будете делать никаких опытов, мы на этом уровне останемся, никак вперед продвигаться не будем. Я думаю, если вот быть очень терпеливым, то исследование ты можешь получить больше знаний, чем у других. Хорошо. Ну, я бы хотел еще обратить на одно свойство науки и исследователей. Я думаю, что меня поддержат в этом ваши родители. Мы, конечно, все хотим, чтобы вы не только знали, чтобы вы видели какой-то сложный путь найти действительно знание, а не какую-то обманку. Родители, мы взрослые, хотим, чтобы вами не манипулировали, чтобы вас не обманывали в жизни. Нет, только человек, который критически подходит к той или иной информации, когда что-то уговаривает его, в чем-то свое мнение насаждает. Чтобы вы могли включать критическое мышление. Критически? А так ли это задавать вопрос? А может быть, есть другое мнение, которое можно прочитать, посмотреть и так далее. Вот этим наука, конечно, отличается от обычной мифологии, когда мы выстраиваем какие-то мифы, иногда непонятно на чем. И вот обратите внимание на последний пункт о том, что, конечно, когда мы увидим то, чего не видят другие, необходимо поделиться результатами своих научных исследований со своими друзьями, узнать их мнение, терпеливо выслушать их оценку. Она может быть критичная. Они могут сказать, а зачем тебе вообще это все надо? То есть надо формировать в себе терпение, чтобы свое мнение отстоять, чтобы произвести впечатление своими наблюдениями и сделать своих друзей своими единомышленниками. На этом лекция закончена. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»